Доброе время суток! С вами программа «Мага и смысл» и я, ее ведущий, Давид Идельман. Мы продолжаем разговор о стихотворении Николая Степановича Гумилева «Заблудившийся трамвай». Это передача третья, заключительная. В первой передаче мы говорили о том, как Гумилев оттолкнулся от интонации блоковского стихотворения «Перстень страдания» и пошел дальше от эллигического стихотворения, создавая собственный текст, как будто бы изнутри чужого. Вторая передача у нас была посвящена жанру этого стихотворения, и мы говорили, что это жанр ведения. Это жанр, описывающий визионерский опыт, когда человеку вдруг представляется некое откровение, явление, помогающее осязать смыслы и миры, которые нельзя осязать в обычном состоянии. И в конце прошлой передачи мы говорили, что в третьей мы будем говорить о том, что «Заблудившийся трамвай» Гумилева – это такое урбанизированное городское воплощение божественной колесницы, которая была описана впервые в Библии, в книге пророка Езекииля на иврите Ехескеля. И эта колесница стала одним из центральных образов еврейской мистики, еврейского гностицизма, иудейской, а потом христианской кабалы. Колесница Езекииля – вот этот такой движущийся в мирах престол Господень. И, собственно говоря, вот вариант такой колесницы описывает Гумилев в своем стихотворении. У нас были в программах «Черным по белому» несколько передач, посвященные гностикам, гностическому бунту. Мы говорили там о том, что гностическое учение о свете при Роме, оно в конечном итоге оказало влияние и на развитие иудейской мистики, иудаизма. И еврейским ответом в Библии вернулись вопросы, заданные гностиками. И вот в учениях, которые лежали в вестоках кабалы, которые, как правило, выводятся в дальнейшее развитие кабалы из этого, в том числе величайшие еврейские исследователи мистики XX века Гершем Шолем, величайшие из современных исследователей кабалы, вот именно этой колесницей и учения о движущемся престоле Господнем уделено главное место. Самые ранние из известных векций кабалы в I и II веках н.э. связаны с движением, которое можно назвать мистицизмом Меркава. Меркава на еврейсе – это колесница. И вот приверженцы этой традиции пытались воспроизвести опыт, описанный в книге пророка Езекииля. Ну, давайте послушаем, что пишет Езекииль. «И было в тридцатый год, в пятый день четвертого месяца, и я среди изгнанников при реке Кевар, открылись небеса, и я увидел видение Божие. И увидел я, вот буря пришла с севера, облако огромное, и огонь пылающий, и сияющий вокруг облако, и сверкание внутри огня. И каждый шел в направлении лица своего, туда, куда возникает желание идти, туда шли в шествии своем, не оборачиваясь. И образ живых существ этих подобен огненным углям, пылающим и факелам горящим. И огонь блуждает между живых существ этих, и сияние у огня, и молния исходит из огня. Вид колес этих и свойства их, словно у драгоценного камня, и образ один у всех четырех. Вид и свойства их таковы, будто одно колесо внутри другого, в направлении каждой из четырех сторон своих шли они, и не оборачиваясь в шествии своем. Над сводом же, над головами их, образ престола, подобный камню сапиру, и над образом этого престола, образ, подобный человеку. И вот, Иезекииль, это такой очень удивительный пророк, который начинает удивительную мистическую традицию. Если для его предшественников, допустим, Еремия, Бог являлся как бы внутренним голосом, говорящим внутри пророка, а пророк Исаия был, его проповедь была вот таким вот неповторимым созерцанием славы, то писание Иезекииля, они содержат целую цепь своеобразных видений, через которых он познавал волю Божью. И душа пророка, она жила в постоянном напряжении от созерцания и толкования, ну и как бы это сказать, прочувствования, переживания этих видений. И книга Иезекииля, она вот, собственно говоря, и стоит в основе жанра, в котором написан «Заблудившийся трава». Это жанр видений. И, кроме того, она лежит в основе очень многих, ну как бы это сказать, визионерских практик. Сначала иудейской, а потом и христианской мистики. Сначала иудейской, а потом и христианской кабалы. Что составляло центральную основу старейших мистических учений о божественной колеснице, о бесконечности, энцов, о сферот, об эманациях. Древнейшая еврейская мистика, это была мистика престола. Сущность ее заключалась во всепоглощающем лицезрении богоявления в престоле, богоявления в открывшейся колеснице. И вот Меркава, на иврите колесница, это престол Бога, явившийся в видении Иезекииля, цепь, ну таких вот видений, а в духовном странстве визионернии. И Маосемер Кава, деяние колесницы, это учение о различных визионерских практиках. Ведение Иезекииля повторяется потом практически дословно в четвертой главе апокалипсиса, откровении Иоанна Богослова, и лежит в основе храмовой композиции Маэста Домини, «Господь во славе». И вот когда мы, понимая это, понимая истоки, начинаем уже смотреть на стихотворение Гумилева, как на видение визионера, в котором в урбанизированном виде, осовремененном, модернизированном виде является божественная колесница, в виде трамвая, заблудившегося трамвая, то мы можем многое понять в этом стихотворении. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. Что это такое, зоологический сад планет? Дело в том, что для любого каббалиста венцом личных чаяний, его мистических каббалистических потуг, является проникновение в сад, на иврите «Пардес» – божественный сад, который населен хайот, ну, особыми зверми, ангелоподобными животными из книги Езекииля. «Пардес» на иврите «Сад» – это аббревиатура, состоящая из четырех букв. Четыре буквы, ну, четыре слова, дающие первые буквы, это четыре уровня постижения смысла божественного текста. Первый из них «П» – это «Пшат». «Пшат» – это простейший уровень, уровень буквальный. Второй – это «Ремес». «Ремес» на иврите – это аллегория, намек и насказание, ну, знак, который есть в тексте. Это аллегорический смысл, который можно легко выводить в качестве, ну, при анализе текста. Третий тип – это… третий уровень – это «Драш». «Драш» – это уровень моральный, уровень гомелетический, это уровень таких вот моральных выводов. и четвертый, самый трудный, последний уровень, к которому можно подойти только пройдя предыдущие три – это уровень «Сот». «Сот» на иврите «Тайна». Тайный уровень тайны. И исходя именно из этой традиции, Данте, который был, ну, близок к тому, что потом станет христианской анкабалой, в трактате «Пир» он учит, что писания могут быть поняты и должны с величайшим напряжением толковаться в четырех смыслах – буквальном, аллегорическом, моральном и анагогическом, духовном сверх смысле. И вот такой способ он существовал и в иудейской, и в христианской традиции, но не только как толкование текста, но и как, ну, лестница мистических достижений. Нужно пройти все уровни для того, чтобы добраться в этот сад. Сад, который, понятное дело, уподобляется Эдемскому саду, тому, из которого были изгнаны Адам и Ева, и тому, в который должны вернуться человеческие души, прошедшие весь путь очищения в конце своем. Ахайот, звери, животные существа из видения Езекииля, они мыслятся, как ангелы в небесном саду. И в тексте автографа заубедившегося трамвая, который сохранился в собрании Лесмана, есть первоначальное употребление, он написал сначала, не люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет, а люди и звери стоят у входа в зоологический сад планет. Поэтому проникновение вот в этот сад, зоологический сад планет, главный сад, является, ну, таким вот целью и предметом мистических видений. А вот образы мистической визуализации, ну, если позволено так употребить, техники такой визуализации, они строились, вот эти образы визуализации, они строились из деталей неповторимого душевного опыта, который, понятно, оригинален у каждого визионера. И это была очень трудная задача. Талмуд рассказывает историю четырех мудрецов, которые пытались поняникнуть в сад. А святой Иероним в одном из своих писем упоминает еврейскую традицию, запрещавшую евреям моложе 30 лет изучать начало и конец книги Иезекииля, так же, как существует запрет до определенного возраста изучать кабалу. А почему вот это именно связано с историей четырех мудрецов, которые пытались проникнуть в божественный сад. Их было четверо, когда они отправились. И один из них, Беназай, умер. Другой, Бензома, не выдержал и подводился рассудком. Третий, Элиша Бенабуя, он стал таким своевольным вероотступником, прозванным в талмудической традиции Ахер, другой, иной. И только раби Акива он с миром вошел в сад и с миром вышел. Так вот, порядок повествования в стихотворении Гумилёва «Заблудившийся трамвай» построен по аналогии с видением Изекиля и последующими мистическими сочинениями о божественной колеснице. И он отражает необходимую последовательность восприятия визионера. Сначала ощущение дезориентации, потом приближающиеся звуки, ну вот какого-то объекта, потом ощущение внезапного восхождения, далее ощущение ускорения, и потом такой поток спонтанных и очень сложных образов, которые не поддаются однозначному толкованию. Поскольку это не смыслы, переданные в виде информации, а смыслы, переданные в виде видений, в виде переживаний. Понятно, в полном соответствии с образным строем книги пророка Изекиля. И вот «Заблудившийся трамвай», как и последующая, допустим, книга Еноха, ну, как, или нет, книги, пришедшиеся традиции, книга Еноха и многие другие книги описывают, он начинается тоже, как почти все такие видения, у воды, и описывает стремительное вознесение, ускорение и движение между мирами. И тут даже, кстати, такие чисто петроградские черты, как всадника, длань, железные перчатки, вот которая летит на меня, да? А почему летит на нее? Потому что, опять-таки, в этих описаниях мистических, которые были хорошо известны Гумилеву по книгам Элифа Салеви и Папюса, которых он изучал в Париже во время своего ученичества, ему было известно, что при переходе от шестого к седьмому последнему небесному дворцу появляется небесный странник на коне, в колеснице сияния, и колесница пролетает мимо этого стражника. И вот, можно сказать, что с каббалистической трактовкой, именно в сфере видений, визионерства, Гумилев познакомился именно в Париже во время обучения в университете по книгам Элифиса Леви, которую он очень часто цитирует в письмах, допустим, к Брюсову. А у Леви этот образ напрямую взят из-за иудейской мистики. Я думаю, что эта тема заслуживает гораздо более глубокого изучения, чем я могу себе позволить в этой передаче, даже в цикле из трех передач. Но вот хочу сказать, что в отношении Гумилева любят повторять фразу Анна Ахматова, что Гумилев, он самый непрочитанный поэт. Гумилев самый непрочитанный поэт. Но у Ахматовой ведь есть продолжение. Гумилев поэт еще не прочитанный. Визионер и пророк. И вот это очень важная вещь. Визионер и пророк. И не понимать именно визионерскую часть многих сотворений Гумилева, это значит просто не понимать его поэзию. Другой вопрос, что мы точно знаем, что Гумилев был знаком с эзотерическими доктринами. Мы точно знаем, что он в молодости хвастался тем, что мог вызывать духов и даже предлагал студентам, учащимся вместе с ним, вызвать дьявола. Есть тема «Гумилев и оккультизм», которая очень богатая и еще не освоенная тема. Ведь даже в Африку, куда постоянно стремился Гумилев, он в том числе стремился и из-за оккультных мотивов. Проблема с Гумилевом, однако, в том, что Гумилев, как известно, не оскорблявший читателя не в растении и не унижавший душевной теплотой, в отличие от других авторов, которые интересовались оккультными тайнами, он не откровенничал об этих своих интимных духовных поисках. И в отличие от других поэтов, всегда преуменьшал, а не преумели, и не преувеличивал свою осведомленность и заинтересованность. А с вами была программа «Магия смысла» и я ее ведущий Давид Идерман.